Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и наконец-то вышло обновление 10.3. Вместе с выходом данного обновления были внесены в какие-то десятки существенные изменения, в некоторые десятки изменений вообще не вносили, можно сказать. Короче говоря, что-то где-то как это поменялось и многие, мне кажется, хотят знать, какие десятки сейчас будут в приоритете в отношении прокачивания. Но я, парень, нестандартный в отношении подходов к оценке танков, поэтому, ребят, я не буду вам рекомендовать те машины, которые вау имба, а вся ветка вас замучает просто-таки до полусмерти. Поэтому попытаюсь как-то все это дело высказать вам в комплексе. Плюс к тому, хотелось бы сразу сказать по поводу того, что в данном видео я не буду вам сухо перечислять, какие ребалансы были внесены в ту или иную машину. Я буду просто кратко затрагивать то, что действительно важно, я не буду рассказывать вам про проходимости по грунтам и так далее. Я буду говорить о том, что действительно повлияло на играбельность машины в современном рандоме или, по крайней мере, должно повлиять в будущем. Понятное дело, что все эти машины, ребят, мы тестили на тестовом серваке и, согласитесь, тестовый сервак далеко не рандомные бои. Поэтому говорить о том, что та или иная машина стала прям круче играться или хуже играться, мы это все сможем оценить только в процессе самой игры. И я думаю, что на это у нас уйдет как минимум неделя-две. Ну уж много, очень много машин претерпели тех или иных изменений. Поэтому я хочу высказать свое субъективное мнение на предмет того, какие ветки все-таки стоит качать, но не только ради самой десятки. Ну а и ради того, чтобы поиграть на том или ином уровне на нормальных машинах. Будем идти по деревьям и буду просто говорить те машины, которые я считаю достойными в каждом дереве того, чтобы прокачивать именно эту ветку. И начнем мы с американцев. Так или иначе, ребят, первое, что всегда цепляло большинство игроков, когда они узнали о ребалансе в обновлении 10.3, это Т57 Хэви. И в принципе неудивительно, потому что все кричали по поводу того, что его посадят на задницу, он упадет, он будет уже не то имбой и в чем-то я согласен. Но, ребят, давайте будем взвешивать честно и откровенно. Ему добавили, по большому счету, самый большой нерв, который произошел с этой машиной, ему добавили, грубо говоря, 2 секунды к перезарядке целого магазина. Все остальное осталось практически то же самое. И я бы сказал так, с учетом того, что данная машина игралась не от ДПМа, который у нее не является крайне высоким, а именно от ДПМа с одного магазина, то есть отбрасывая 3 снаряда вы собирали максимальное количество урона, которое можете набросать, а именно 1200 урона эта машина забирала с барабана и по большому счету, как я говорил в своих предыдущих видео, сносила половину морды практически любого танка на 10 уровне. Он таким и остается. И вот те ребята, которые играли на Т57 Heavy и умело, умело использовали то время, которое отводилось на время перезарядки магазина, я больше чем уверен, что вполне спокойно подождут дополнительные 2 секунды. И ничего, ребят, здесь абсолютно не случится. Но я не могу рекомендовать Т57 к прохачке в первую очередь по одной простой причине, потому что сама ветка, она остается той, которая и была. Здесь будет 2 легких танка, 2 средних танка и только потом вы получаете тяж. Что же касается всех остальных машин, которые есть в этом дереве, то хочется отметить, что так или иначе продолжает манить большое количество игроков именно Т110Е3. И вот эта машина действительно интересная ПТ-шка, хорошо забронированная, но у нее нет рубки и подойдет довольно-таки малому количеству игроков. И опять-таки сама ветка, она, ну я бы не сказал, что является самой приятной в прохождении, особенно если будете идти вот так вот прямо. Поэтому, ребят, по дереву Соединенных Штатов я бы рекомендовал, если уже и собираетесь что-то качать, то качайте себе Т57 Хэви. Это в первую очередь. Если говорить о втором на очереди танке, то берите себе все-таки Йоха, он продолжает играться довольно-таки неплохо. Что касается ПТ-шек, то я бы все-таки менее умелым игрокам рекомендовал идти к Т110Е4, потому что у него есть поворачивающаяся рубка. Ну а если вы более умелый игрок и у вас стальные нервы, то тогда идите к Т110Е3. Что касается Шеридана, то он продолжает быть лидером среди легких танков в нашей игре, среди прокачиваемых легких танков, которым действительно стоит уделить внимание. Опять-таки, если вы любите легкие танки. Что касается, ребят, дерева Германии, я слышал одного из ютюберов, который рассказывал по поводу того, что имбой станет Яга. Яга имбой не станет, и я бы рекомендовал Ягу качать, но не потому что она претерпела каких-то ребалансов, не потому что ей добавили сердечники. Ну просто потому что, как я понял, мнение по поводу качества машин после ребаланса высказывал ютюбер, который в танки вообще не играет. Ну просто по той причине, что это не более была, чем нарезка, это во-первых, во-вторых, просто сухая констатация фактов, причем в этих фактах тоже есть несовпадение. Было сказано по поводу того, что Яга будет нагибать, потому что у нее урон будет более 1000 единиц, с учетом того, что ей добавили сердечники. Давайте будем говорить откровенно. Во-первых, у Яги никогда не было среднего урона в 1000, о котором шла речь. Реальный урон здесь в 800, и то далеко не всегда 800 залетает. Вы все прекрасно знаете, что Яга накидывает порядка 650-700. 800 это ее такая, знаете, практически приближенная к максималке. И если прям совсем фартануло, то можно было кинуть где-то в районе 870-880. Напишите в комментариях, если вы со мной не согласны и можете сказать обратное. Так вот, если вы поставите сердечники, то вы до 1000 в лучшем случае дотянете, и то если очень-очень сильно повезет. Потому что с сердечниками играя, вы получаете себе, сейчас перейдем с вами на Ягу, для того, чтобы не быть голословным. Где наша Яга? Вот этот красавец. И вот здесь, ребят, стоит отметить, что если вы ставите себе сердечники, берете с собой в дорогу, то вы получаете прибавку от 105 до 125%. То есть 100% вашего среднего урона и так было, а вам добавляют, по большому счету, от 5 до 25%. 25% от 800 это 200, если я правильно умею считать. И в лучшем случае, если ваш средний урон 800, то в таком случае вы можете накинуть порядка 1000. Но никак не 1100, 1200, как об этом говорят некоторые авторы на каналах. Что касается Яги. Да, ветка очень интересная, очень классная, и я бы рекомендовал ее качать наряду с веточкой гриля. В отношении ПТшек, все-таки самая крутая у нас ветка по ПТшкам, это все-таки 2 ветки по Германии и 2 ветки по Советскому Союзу. Даже ребалансы не привели к тому, что какие-то другие ветки будут вырываться вперед. Поэтому, если вы хотите попытать своей удачи и набить руку, играя на мягких машинах, будем их так называть, которые легко пробиваются, но при этом все будут учить вас аккуратной игре, то идите по ветке гриля. Если вы все-таки хотите свои нервы немножечко поберечь и готовы каким-то чудным образом миновать вот эту машину и пойдете через Тигра П, вот так вот через Фердинанда, дойдете до Е100, то тоже будет вам счастье. И та, и другая ветки действительно интересные для того, чтобы их прокачивать. Это главное в нашей игре, а не просто любыми страданиями добраться до заветной десятки, но и перед этим хорошенько намучиться на уровнях, начиная от 6-го и по 9-й включительно. Если мы говорим с вами о тяжелых танках в дереве Германии, то на сегодняшний день однозначным лидером будет оставаться Е100. Крайне классная машина, да, безусловно, кому-то не сильно понравится Е75, кто-то очень любит Тигра 2-го, но так или иначе вся эта ветка учит играть на тяжелых танках, потому что здесь встречаются только тяжи, в отличие от дерева Соединенных Штатов, там где Т57 Хэви, и вы приходите к великолепной Е100, которая все так же будет хорошо играться с учетом всех изменений, которые были, все те же 680 единиц урона, довольно неплохое пробитие и время перезарядки, которое данная машина действительно может пережить в нашей с вами игре и в нашем современном рандоме. Она хорошо забронирована и действительно умеет прощать ошибки. Что же касается хваленого Леопарда 1, опять-таки начали рассказывать по поводу того, что Леопард 1 прям супер апнули, потому что ему сократили время перезарядки на 0.20 сколько-то там секунды. Ребят, чушь несусветная. Да, заявленный ДПМ приближается к 4000. Это действительно очень крутая цифра, и я не знаю, честно говоря, кто на сегодняшний день из средних, простите, танков, а не легких, может сравниться по ДПМу с данной машиной. Но не проблема была Леопарда именно во времени перезарядки. У него шикарная подвижность, у него, да, немножко убрали на 1% угол склонения орудия вниз, но машина крайне неживучая, и эту машину сможет реализовать далеко не каждый танкист. Поэтому катать Леопарда 1-го веточку, в первую очередь, среди немецких танков я остро не рекомендую. Если вы хотите себе все-таки немецкий средний танк, продолжайте идти по ветке Е50М. Е50-й вас устроит, вполне неплохая машина, по Пантере 2-й не идеал, но играть можно, да и, в принципе, вся ветка, как и ветка тяжелых танков, учит вас играть именно на этом типе техники. И Е50М, с учетом всех изменений, которые были внесены, продолжают быть довольно неплохим средним танчиком в нашей игре. Теперь, что касается ветки Советского Союза. Но давайте начнем с того, что ИСА-4 типа понерфили, много чего ему порезали, убрали, по-моему, броню. Короче говоря, много чего изменилось. В то же время внесли изменения в ИСА-7, которому тоже много чего порезали, в частности, в отношении динамики данной машины, которая и так не отличалась супер большой скоростью. Честно говоря, вне зависимости от того, насколько понерфили или что улучшили в одной или в другой машине, все же я бы рекомендовал качать себе ветку ИСА-4. Машина более динамичная, более интересная и те нерфы, которые были к ней применены, не настолько катастрофичны, как и все об этом кричат на каждом углу. Что касается ПТ-шек. Ну, так или иначе, остается Объект 268 в лидерах. Да, Объекту 263 некоторые вещи добавили, с другой стороны что-то ему убрали, в частности, если я правильно помню, то обзор. Но все-таки и та, и другая ПТ-шка, они были предназначены для того, чтобы играть от засвета ваших союзников. Хотя менее командозависимой оставалась всегда ПТ-шечка Объект 268. Сама ветка очень комфортная, интересная и продолжать можно вполне спокойно брать данную ПТ-шку, как первую ПТ-десятку в этой игре, которую вы хотите прокачать себе, если вас не устраивает ветка Германии. Как я уже сказал, выбор по ПТ-шкам, мое субъективное мнение, у вас должен стоять между Советским Союзом и Германией. Все остальные ПТ-шки вы должны качать тогда, когда вы уже выкачали хотя бы одну из них. Но в то же время стоит помнить по поводу того, что есть еще одна хорошая ПТ-шка в нашей игре, в которую внесли довольно неплохие изменения. Да, у нее станет немножечко хуже точность, но к этому вопросу мы вернемся чуть позже. Что касается легких танков, средних танков, мне никогда не нравились машины Советского Союза в данном дереве, поэтому, ребят, не рекомендую останавливать свой выбор по средним танкам, либо на легком танке в лице Т-100ЛТ. Что касается Британии, ребят, были ребалансы в отношении ФВ-215Б-183, она же бабаха, ей там что-то поулучшали, но я не думаю, что данная машина должна быть в приоритете у вас в отношении ПТ-шек в этой игре. Все-таки веточка АТ, она далеко не самая приятная, далеко не самая интересная, и если вы заботитесь заблаговременно о своей статистике в игре, то ни в коем случае не прокачивайте данную ветку первой, потому что вы, если будете проходить ее честно, без использования свободного опыта, однозначно угробите свою стату. Что касается ФВ-4005, она продолжает быть все той же самой ФВ-шкой, довольно неплохой классный барабан, который надо уметь использовать, но и использовать огромные размеры данной машины, не попадая с соперником, потому что пока вы перезаряжаете барабан, вас будут разносить просто-таки в щепки. Что касается ФВ-4202, машина немножечко преобразилась, и мне показалось, что играется она все-таки немножко поинтереснее, чем раньше, но на этом, в принципе, весь сказ заканчивается. Поэтому, если вас интересует хоть что-нибудь из вот этой вот всей, скажем так, братьей британской, то я бы рекомендовал останавливать свой выбор, либо на ФВ-4202, но это средний танк, либо, если уже прям и качать, то все-таки качать себе ФВ-4005, нежели бабаху. Тут и ветка поинтереснее, да, и, в принципе, урона здесь наносить максимального за бой можно гораздо больше и проще, нежели на той же самой бабахе, которая перезаряжается просто-таки с вечной. Что касается ФВ-215Б, то, несмотря на какие-либо ребалансы, машина кардинально ни в чем не изменилась, и играться будет приблизительно так же, как она игралась и до этого. Особой разницы я больше чем уверен, что вы лично не почувствуете. Что касается у нас японцев. По японцам, ребят, у нас здесь есть Хори, и именно об этой ПТшке я говорил. Машина очень прикольная, очень классная. После ребаланса ей кое-что апнули, и после этого машина действительно будет играть какими-то новыми красками. Бронепробитие у нас довольно-таки неплохое, 310, и при этом, ребят, очень классный урон в 560. А перезарядка, ну я бы сказал, практически божественная для такого урона, чуть-чуть более от 10 секунд. И это действительно будет очень приятно. Несмотря на то, что цифры 3,2, несмотря на то, что разброс 0,321, поговаривают, что типа ее понерфили в отношении точности. Но что-то я очень сильно сомневаюсь, что данная машина прям будет стрелять куда-нибудь по летящим воронам, тогда, когда вы целитесь кому-нибудь в гуслю. Поэтому ко всему, мне кажется, можно привыкнуть, и Хори, как мне кажется, будет играться гораздо интереснее. Могу ли порекомендовать как первую ветку в прокачке? Нет. Но как альтернативу тем веткам, которые вы уже прокачали, точнее не альтернативу, а добавочная ветка, однозначно да. Что касается типа 57-го. Очень спорная ветка после предыдущего ребаланса, типа 71-го, ну сильно-сильно порезали. Безусловно, не первая ветка к прокачке, но в целом машина продолжает быть интересной. Хотя уже не настолько. Поэтому тоже первым его качать, мне кажется, не стоит однозначно. Что касается дерева Китая. Ну, однозначный лидер это WZ-113. Что касается балансных правок по WZ-113 GFT, то я бы не сказал, что данная машина все равно станет прям намного лучше. Да, ее улучшили, вопросов нет. Попытались как-то ее реанимировать, сделали искусственное дыхание, сделали непрямой массаж сердца, но не сильно это спасает WZ-ху. И прям имбовать она уж точно не будет. Не слушайте никого, лучше качайте Советский Союз. Поверьте, там интереса в игре гораздо больше, ровно как и веселье и удовлетворение. Что касается французов. Там тоже были внесены балансные правки. ФОЧ-155 будет немножечко в чем-то порезан и станет немножечко похуже играться. Поэтому на нем концентрировать внимание я бы не рекомендовал. Опять-таки, повторюсь, это мое субъективное мнение. И если мое мнение не совпадает со мнением других каналов, то это не значит, что они правы, я не прав. Или наоборот, я просто высказываю то, как я вижу изменения, которые были внесены. Больше про французов сказать ничего не смогу. Что касается тяжелых танков, то здесь исключительно номинально тяжелые танки. По большому счету, в большинстве собой, они пробиваются абсолютно-таки спокойно. И все же не стоит качать ветку тяжей Франции, как первую ветку тяжелых танков. Ну и что касается самого, самого крутого в нашей игре, это сборная Европы. Здесь действительно собраны, я бы сказал, максимально интересные машины. По количеству машин на количество мест в самом дереве. То есть, если мы говорим о каких-то других деревьях, то там 2-3 машины интересные, все остальное уже никому не интересные тачки. Что касается данного дерева, то здесь безусловно интереснее. Ну, во-первых, добавили новую ветку, которую сегодня мы будем тестить в прямом эфире и будем играть на этих машинах, для того, чтобы их заценить руками среднего танкиста. Ну и, соответственно, понимать, а стоит ли. Стоит также отметить, что данная машина, я имею в виду десятка, не обладает абсолютно никакой броней. По бронированию она больше похожа на ЛТшку. Что-то разработчики рассказывали по поводу того, что переставляя оборудование, которое вы с собой возьмете, вы можете менять себе тип геймплея. Но пока я этого не прочувствовал, попытаемся затестить это на стриме. И на данный момент рекомендовать эту ветку как ту, за которую необходимо схватиться и прям с пеной у рта пытаться ее выкачивать, я не могу. Что касается ТВП Т5051. Да, безусловно, очень круто порезали машину. Она станет играться гораздо, гораздо, не то чтобы хуже, но попроще играться в отношении того, что раньше она была прям совсем крутая, сейчас крутость немножко падает. Некоторые ребята, которые на данной машине поднимали себе довольно-таки круто в рейтингах свой уровень, ну, были вынуждены начать плакать и, в принципе, обоснованно, потому что машину действительно существенно покромсали. Что касается среднего урона, то 300 единиц, 4 снаряда так и остается, и менее 2 секунд перезарядка. Но, согласитесь, немножечко не то, что было раньше. Короче говоря, машина перестанет имбовать и превратится себе в такой себе обычный барабан. Что касается Проджеты 65, ей порезали немножко броню, в частности, броню по башне. В то же время, ребята, орудие остается все таким же приятным. И я считаю, что Проджета 65, это один из тех средних танков, которые действительно стоит прокачивать в нашей игре для того, чтобы получать максимум удовольствия. Все-таки система дозарядки, это вам не цикличное орудие. Что касается тяжей, Кронваген и 60ТП, они остаются лидерами однозначными для меня лично. Кронваген продолжает меня подкупать тем, что данная ветка научит вас играть на цикличных орудиях, на обычном цикличном барабане. Потом вы будете на Эмиле 2 учиться играть на барабане с системой дозарядки. И потом получаете тот же самый Эмиль 2, только на 10 уровне и немножко апнутый. Да, немножко порезали ему точность, но все-таки Кронваген это была машина не для того, чтобы играть где-нибудь там совсем на дальних расстояниях. Это была машина ближнего боя, и она такой продолжает оставаться. Поэтому Кронвагена однозначно рекомендую качать одним из первых, если рассматриваете себе тяжей. Что касается Минотавра. Да, там были балансные правки в отношении его подвижности, в отношении маневренности, в отношении орудия. Но все это, ребят, все равно не превращает Минотавра в полноценную ПТ-ху. Это продолжает для меня оставаться тяжелым танком машина, но и, соответственно, рекомендовать ее как первую в игре для прокачки я не буду и не могу. Что касается 60 ТП Ливандовского, то машина продолжает быть хорошей, несмотря на все балансные правки, которые были внесены. И подкупает орудие с уроном 630 единиц пробитием 252 миллиметра. И это, ребят, довольно-таки нормальная цифра и приемлемая в игре. Броня продолжает быть хорошей, и время перезарядки в 15 секунд вы вполне спокойно, ребят, сможете пережить на данной машине. Вот такие вот итоги по результатам того ребаланса, который имел место. И я лично считаю, что ничего плохого в тех нерфах нет, которые были внесены в те или иные машины. Также стоит отметить, что нет и ничего зазорного в том, что на некоторые машины все-таки был проведен апп. Почему мне нравится обновление 10.3? Потому что там были внесены изменения в огромнейшее количество десяток. А это говорит о том, что мы теперь в ближайшее время будем играть в абсолютно новом рандоме. В частично непредсказуемом, частично непонятном нам и абсолютно непривычном. А это очень хорошо, потому что мы попадаем в абсолютно новую среду, в которой можем получать абсолютно новые и ранее неощутимые впечатления. Вот такое вот мое мнение. Если вы со мной согласны или не согласны, обязательно пишите комментарии, я вам буду безумно благодарен. Ну а плюс к тому, если вы за честность по поводу всего, что происходит в нашей игре, прямо сейчас подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Я побежал снимать следующий видос специально для вас. Ну а вам, друзья, мира и обязательно спокойствия. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok